Продолжение темы разбора аятов и хадисов и афаров от праведных предшественников, связанных с темой Манхач. Сегодня, Барак Луфикум, хотелось начать разбор тем, каким должно быть отношение к беда, к новшествам и аль-беда, приверженцу нововведения. Прежде и для начала надо было бы разобрать, что такое беда. Всевышний Аллах спонталя, братья, говорит в Коране, аль-йома, акмальту лякум динакум. У атмамту алейкум нямати. У варады тулякум аль-исляма дина. Сегодня я усовершенствовал для вас вашу религию и довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам. Также Всевышний Аллах спонталя говорит, Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил или то, чего не узаконил Всевышний Аллах. В этих двух аятах, во-первых, мы видели указание на то, что религия Аллах спонталя полная, не нуждается в дополнении. Во-вторых, то, что Всевышний Аллах спонталя назвал тех, кто делает законным в религии то, что не дозволил Всевышний Аллах спонталя, что он является Минаш-Шурака, то есть из тех, кто предает себя или кого-то в сотоварищ. Сообщается, что Аиша, радия Аллаху анга, сказала, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, У того, кто внесет в наше дело, имеется в виду, баракулуфикум, в религию, нововведение, которое не является его частью, оно не будет принято. Оно не будет принято. Имам Шатаби Баракулуфикум сказал о том, что такое беда. Он сказал, это новоизбретенный путь в религии. Очень важно, что первая вещь новоизобретенный. Путь в религии. Внешне схож с шариатом. Внешне схож с шариатом, то есть его как шариатский путь. Целью которой является излишество в поклонении Всевышнему Аллаху. Значит, нововведение, это новоизобретенный путь в религии, который внешне схож с шариатом. И целью этого пути является излишество в поклонении Всевышнему Аллаху. Субханалу Аталия про это сказал Мамшатки в своей книге Али-Атисам. Что касается, братья, этих двух аятов, из суры Майды, из суры Шура, и хадиса Атайши Рады Аллаху Анху, то в них указание на то, что Всевышний Аллах, Субханалу Аталия, сделал шариат полным перед смертью пророка, салаллаху алейхи вассалям. И как часто ученые приводят пример, представьте стакан емкостью в 250 грамм, если туда налить чистую воду. И потом, то есть до горлышка. Вот такая она религия, примерно, полная. И после этого пытаться влить туда какую-то другую жидкость, допустим, в виде апельсинового сока. И мы начнем наливать в середину. Первое, что будет выходить из стакана? Вода или же сам сок? Вода. Вода брать. Поэтому религия полная, как и стакан полный. И нету места там никаким новшествам. И если кто-то пытается внести туда новшество, то начнет выходить из религии то, что узаконено. Во-вторых, братья, в словах Аллаха, Субханалу Аталия, Сура, Шура, Амлягум Шурака, Ашарау, Лягум Минадиним, Алим, Явам, Бегилля, или же у них есть сотоварищи, которые узаконены для них в религии, то, что его не дозволил Всевышний Аллах, указание на то, что установление шариата является исключительно правом Всевышнего Аллаха. Поэтому в ар-калуфикум улема говорят, что основа в религии таваков, основа в религии бездействия, основа в религии бездействия. Основа же в быту дозволенность. Делай, что хочешь, кроме того, что запретил Всевышний Аллах. В религии же, наоборот, основа бездействия, кроме того, что узаконил Всевышний Аллах. Также, братья, в этих текстах указание на то, что то, на чем был Пророк, с.Л.А. и его сподвижники из религии, указание на то, что то, на чем не был Пророк, с.Л.А. и его сподвижники из религии, является неприемлемым. Аллах это не примет, то есть мордут. Аллах это не принимает. Каким бы благим не было намерение того человека, кто это делает. Потому что Баракулу Фикум, наша религия, учит нас тому, что принятие дел зависит от двух условий. Первое, чтобы это было искренне, ради Всевышнего Аллаха. Второе, чтобы это строго соответствовало сонне. Четвертое, братья, в хадисах, или в этих аятах, в хадисах указание на то, что религия берется только из-за Курана и Сунны. Только из Курана и Сунны. Также пятое указание на то, что бидра, это поклонение Аллаху новоизобретенными путями. И, как мы уже сказали выше, является неприемлемым. Шестое, братья, указание, в словах имама Шатаби, указание на разницу между тем, что является бида, и тем, что является мухаляфа то сунна, противоречие сунне. И то, что нововведение, братья, бида, это новоизобретенный путь, которым обязывает себя человек либо в положении, либо в количестве, либо во времени, либо в определенном месте. Допустим, положение. Нам узаконено приносить на Курбан баранов, коров и верблюдов. Какой-то человек приводит на Курбан и режет лошадь. А какая разница? Лошадь же дороже барана и даже дороже коровы. Это беда. Потому что барак-лауфикум – это новоизобретенный путь. И посланник Аллаху Саусам в достоверной сунне, а до него Всевышний Аллаху Субтитры в Коране не узаконил приносить Курбан лошадь. Что касается количества барак-лауфикум, приходят люди и говорят, что если ты прочитаешь сто раз суру, кульгу Аллаху Ахад, или столько-то раз такую-то суру, или если скажешь, такой-то зикар, то есть на все это нет никакого указания, то есть указывать на определенное количество, это является барак-лауфикум беда. Что касается определенного времени, то люди говорят, допустим, Маулит – день рождения пророка Сааллаху Алейхи Ассалям, и придумывают двенадцатый рабей лауль – это беда, братья. Или придумывают какие-то места для празднования каких-то определенных праздников и так далее, выделяют. Все это является барак-лауфикум множеством. Когда приходит человек и режет барана одному Всевышнему Аллаху на кладбище, беда, он думает, потому что это место от того, что там, может быть, святые люди похоронены, более любимого Всевышнему Аллаху Ассалям и так далее. Понятно, да? Значит, братья, беда – это нововведение, это новоизобретенный путь, которым обязывает себя человек, в отличие от мухалифа, от сунна. Противоречие сунна от беды отличается бедой, а человек себя обязал этим, и постоянно это делает. Мухалиф от сунна, если человек что-то сделал не по сунне, один раз. Как говорится, вот так вот, и не обязывает себя этим. Что же касается, поэтому, того, что кто-то что-то сделал не по сунне, не по ошибке, не обязав себя этим, то это противоречие сунне. У нас, братья, есть границы. У беда, из-за которых человек становится мин асхабель беда, из приверженцев на уйдень. Имам Ахмад говорил, из обязательной сунны, то есть в своей книге «Усоль сунны», из обязательной сунны, если он что-то из нее не примет и не уверует во что-то из них, то он не будет из приверженцев сунны. И затем начал перечислять в своей книге то, во что человек должен верить. Имам Бар-Бахари говорил, недозволено говорить о каком-то человеке, что он приверженец сунны, пока не будет известно, что в нем собралась вся сунна. Имеется в виду, что он верит во все, что пришло в сунне. Поэтому про него не говорят, что он приверженец сунны, пока в нем не соберется вся сунна. Шейх Услам Таймия говорит, нововведение, из-за которого человека начинают считать приверженцем страстей, то есть приверженцем нововведения, это такое дело, которое известно ученым, защищающим сунну своим противоречием Курану и Сунне. Подобно нововведению Хавариджи, Рафидитов, Кадаритов и Мурджиитов. Это, братья, все слова ученых. Также Ибн Таймия говорит, это он Барак Луфикум сказал, Мажмот, Вильфатау, 35-й том, 144-й странице. Также он сказал, из тех вещей, которые нужно знать, это то, что течение, которое приписывает себя кому-то и следует за кем-то в вопросах религии и каляма, то есть философии, имеет разные степени. То есть те, кто приписывает себя кому-то или следует за кем-то в вопросах религии и философии, имеют разные степени. Из них есть те, которые противоречат Сунне в основах, в великих основах. Есть те, которые противоречат Сунне в тонких вопросах. Есть те, кто опровергает заблуждение сект, которые дальше него от Сунны, его хвалят за опровержение заблуждений, за слова истины, однако он может перейти границы справедливости в опровержении так, что начинает отрицать некоторую истину и начинает говорить о некоторой лжи. То есть есть конченая аглельбидо, говорит им. Есть неконченая. То есть они опровергают конченых аглельбидо, проще говоря, и хвалят за то, что опровергают, но они в своем опровержении переходят иногда границу и сами попадают в какие-то бедаты. Этим самым он опровергает большое нововведение, продолжает им. Этим самым малым нововведением. Опровергает большую ложь малой ложью. И это положение большинство философов, которые приписывают себя к Сунни и Джамату, то есть Машарит и Матуридид. А Шария и Матуридидия, Барак Луфикум, это философские школы, не Ахли Сунну и Джамат. Причиной их появления было опровержение Джагмитов и Муатазелитов. Но они, Барак Луфикум, опровергали неистинно, опровергали философию, которая меньше философии Джагмитов и Муатазелитов, но, несмотря на это, они остались философами и остались из числа приверженцев нововведений. Про это говорит Эротомия. Дальше он говорит. «И подобные люди, если не делают свое новшество словами, из-за которых отходят от Джамата мусульман, из-за которых проявляют любовь и ненависть, то это является их ошибкой, и Всевышний Аллах прощает верующим подобные ошибки». То есть, если те люди, которые опровергают большой бедат, маленьким бедатом, это мы просто как примеры любви, ашарит в Матуриде, могут быть другие люди. Какие-то люди опровергают большой бедат, маленьким бедатом. Ибн-Таймия говорит, но этим, если они не делают свое новшество, которым они опровергали, большое новшество, тем, из-за чего они отходят от Джамата мусульман, не делают это вещью, из-за которых проявляют любовь или ненависть, то это является их ошибкой. И Аллах прощает верующим подобные ошибки. Дальше Матуриде продолжает. «И в подобные попали многие предшественники нашей общины, некоторые имамы. У них есть высказывания, которые они говорили на основе своего иштигада. И этот иштигад противоречил тому, что пришло в Коране и Суне. «В отличие от тех, кто начинает любить того, кто с ним соглашается, и враждовать с тем, кто с ним враждует, и сеет раскол в Джамате мусульман, обвиняет в неверии и нечестие того, кто ему противоречит, оставляет того, кто с ним согласен в вопросах мнения иштигада, также делает дозвольным войну с тем, кто ему противоречит, в отличие от того, кто с ним согласен, он и есть приверженец бидоа, он и есть приверженец раскола и разногласий». Такие опасные слова, братья. И сколько в наше время из тех, кто себя называет саляфитами, попали? Еще раз прочитаем последний абзац. Барак Луфикума. Это Маджму от Аль-Фатаба, 3 том, 348 страница. Смотрите, он говорит. «В отличие от тех, кто начинает любить того, кто с ним соглашается». Вопрос иштигада, братья. Не вопрос Курана и Сунна, а иштигада. «И враждовать с тем, кто с ним враждует». «И сеет раскол в джамаате мусульман, обвиняет в неверии и нечестии того, кто ему противоречит, оставляет того, кто с ним согласен». Вопрос к мнению иштигада, даже если этот на чем-то заблудшим. «Также и делает дозвольную войну с тем, кто ему противоречит, в отличие от того, кто с ним согласен, он и есть приверженец раскола и разногласий». Имам Шатуби говорит. «Эти секты превращаются в секты из-за того, что они противоречат от спасшейся общине фи ма'на кулли фиддин». То есть в основах религии. «Или фи кайда мин кавади шари или в каком-то правиле шариате, а не в каком-то частичном вопросе». То есть ма'на джузи. Значит, он говорит имам Шатуби, «Эти секты превращаются в секты из-за того, что они противоречат ахли сунна в основах религии или в каком-то правиле шариата, а не в каких-то частичных вопросах». Так как какой-то частичный вопрос или же фарон шаз из ряда вон выходящая ветвь не является причиной, за которой происходят расколы на секты и течения. Однако раскол появляется тогда, когда происходит противоречие в больших основах. Как основы как вот хавариджи. Противоречит основам ахли суннджама му'та зениты. В основах ахли суннджамиты и так далее. Дальше он продолжает. «Также отклонение это что касается значит, что он сказал основы человек становится ахли бидо, когда противоречит ахли сунна в основах». И потом он говорит. «Также отклонение в большом количестве частичных вопросов». То есть иногда бывает в частичном вопросе мы скажем, что это ошибка со слов имена Таймия. Правильно же? Человек не становится из ахли бидо. Но мы говорим, что он ошибся. Однако, если этих частичных вопросов становится много, и поэтому говорит «Также отклонение в большом количестве частичных вопросов имеет такое же положение, как отклонение в основах. И если у приветственного видения начинает придумать много разных новшеств в ветвях, это приведет ему к тому, что во многих вопросах он начнет противоречить шариату и общим основам. Что же касается частичных вопросов, то они не относятся к этому. Это считается у тех, кто попадает в подобные вещи из приветственного видения, как ошибками и промахами. Значит, в аракулуфикум человек становится агльбидо, если он противоречит аглисунна в основах и заснов шариата. Если он противоречит в ветвях, в частичных вопросах, он не становится из аглибидо. Если этих частичных вопросов становится много, то как пророк, салаллаху алисаляму, сказал же, или как салифы говорили, что ля кабирата мали стихфар, валя сагирата мали стимрар, или исрар, что большой грех не считается большим, если за него просят прощения, и маленький грех не считается маленьким, если человек в нем упорствует. И как Пророк Салал сам сказал, что люди, совершающие маленькие грехи, подобно народу, которые собрались в долине, и каждый-каждый-каждый привел веточку, принес веточку, пока они не разошли огромный огонь. Братья Барак и Луфикум, в этих высказываниях праведных предшественников, что касается слова имама Ахмада, имама Барбахари, то в них указание на то, что сунной описывается только тот, в ком собрались все основы приверженцев сунны, а не те, кто в некоторых вопросах согласны с ними, а в других нет. Как мы с вами говорили на прошлом или позапрошлом уроке, о разнице между манхаджем и агидой. Агльбидо именно тут и подходит. Они говорят, не, наши агиды вот в именах, атрибутах Аллах, мы описываем Аллаха тем, что он сам себя описал, описываем то, что у него есть атрибуты и качества, и так далее. Ну вот вопрос манхаджа, вопрос призыва, вопрос этого, немножко времена поменялись туда-сюда. Не-не-не, и потом они себя, агль, сунна хотят назвать? Нет. Поэтому в словах имама Ахмада Барбахари в Казани, то, что сунна описывается только тот, в ком собрались, все основы приверженцев сунны, а не те, кто в некоторых вопросах согласны с ними, а в других нет. Во-вторых, братья, указание на то, что границей на уведение является известной среди ученых противоречие этого наушества Курану и Сунне. То есть в этих вопросах надо возвращаться кому? Ульяма Бараклофик. Третье указание на то, что если какое-то дело явно не противоречит Курану и Сунне, явно не противоречит Курану и Сунне, и непонятен его смысл, и тяжело привести довод, что это противоречит Курану и Сунне, на такую вещь нельзя называть наувидением, и называть того, кто делает подобное, приверженцем наувидения. Четвертое, братья, указание на то, что ученые являются источником разъяснения того, что противоречат Курану и Сунне, и что нет, и что... То есть, а, еще раз, указание на то, что ученые являются источником разъяснения того, что противоречат Курану и Сунне, а что нет, и что является известным его противоречия Курану и Сунне, а что нет, это не возвращается к требующим знаниям и к недоучкам. Это возвращается к кому? К уляма-барак-улофик. Пятое, братья, указание на то, что не выносится хуком о том, что что-то является нововведением на основе страстей, догадок и предположений. Шестое, братья, указание на то, что человек не выходит из круга Ахли Сунна Оль-Джама, если он не противоречит в больших основах религии. Подобно основам приверженцев Сунни в вопросах имен-атрибутов, в вопросе имана, то, что иман растет и уменьшается, в отличие от Хавар-Джи, в вопросе предопределения, в отличие от Хадария и Джабри, в вопросах сподвижников, в отличие от Рафидитов, в побуждении к одобряемому запрещению и порицаемому тому подобных вопросам. Седьмое, братья, указание на то, что ошибка или какой-то промах в частичных вопросах со стороны того, кто известен своим правильным убеждением, своей правильной Ахиды, не обязывает считать его привержившего нововведения и страстей, однако при условии, чтобы на основе этой ошибки он не проявлял любовь и ненависть. Любовь и ненависть. Иногда человек из Ахли Сунна ошибается в чем-то, из-за этого не говорите на нем иначе. Ну, когда он начинает на основе этой ошибки проявлять любовь и ненависть, все, вот тут у него начинается проблема. Исходя из этого, братья, мы должны остерегаться, отвращать от привержцев Ахли Сунна по причине их ошибков или промаха. Но это не значит, что мы должны умалчивать об их ошибках и промахах. Мы должны разъяснять их ошибки и их промахи. Мы должны разъяснять их ошибки и их промахи. Но их самих списывать нельзя. От них, братья, отвращать нельзя. Вот это и есть золотая середина. То есть, если Ахли Сунна где-то допустил ошибку, то есть противоречие Сунне, где-то что-то сказал неправильно, мы от него не отвращаем, от него не предостерегаем. Но в тот же момент я от его ошибки не умалчиваю. Понятно, да? Всевышний Аллах говорит в Коране Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества. Повелеваете совершать одобряемую, удерживаете от предрассудного. И как мы говорили на прошлом уроке, первый, к кому обращен этот аят, это сподвижник. Всевышний Аллах также сказал в Коране Верующие мужчины и верующие женщины являются помощниками и друзьями друг к другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное. Абусайд Аль-Худри Рады Аллаху Ангу сказал Я слышал, как посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Ва Салям сказал Пусть тот, кто из вас увидит порицаемое, изменит это собственноручно. Если же он не сможет этого сделать, то пусть изменит это своим языком. Если не сможет этого сделать, то пусть это сделает своим сердцем, и это будет наиболее слабым проявлением веры. Также Анас Рады Аллаху Ангу говорил Все сыновья Адама ошибаются, и самый лучший из ошибающихся является кающийся. Братья, все сыновья Адама ошибаются. И это из милости Всевышнего Аллаха, потому что человек, когда ошибается, это как бы шаг назад для разбегов. Он потом идет еще быстрее. Шейху Алисламу Амтаймия сказал Верующий должен объединять между Смотрите, братья, слова Алима Выполнением прав Всевышнего Аллаха Путем познания религии и жизни в соответствии с этим знанием. То есть первое, что он должен что? Выполнять права Аллаха. Как выполняется права Аллаха? Он изучает религию и воплощает ее в свою жизнь. И второе, права верующих. То есть второе, что он должен объединить вместе с правом Аллаха, это права верующих, будь то из первых или последних поколений. Как воплощают человек, как выполняют права верующих? Прося для них прощения и имея здоровое сердце по отношению к ним. Поистине, продолжает он, если тот, кто в этой общине имеет праведную молву, то есть хорошую славу, или чуть меньшей степенью совершит что-то порицаемое в шариате, то он это сделал либо, опираясь на свой ищерат, Аллах простит ему его ошибку, либо его ошибка утонет в его благих делах. И поэтому верующий должен бояться говорить плохое об определенных личностях из числа богобоязненных верующих и должен выполнять свои обязанности в религии Аллаха, быть правдивым в словах, следовать за тем, что приказал Аллах и сторониться от того, что он запретил. И это является обязательным как в практических вопросах, то есть в масса Аль-Амалия, так и в вопросах сообщения, то есть в масса Аль-Хабария. Особенно в тех вопросах, в которых скрыт смысл, и в которых общая масса людей не различает истины от лжи. Это путь, по которому нужно следовать, говорит Ибн-Утаймия. Очень редко бывает так, чтобы в мусульманской общине был человек без ошибок, и в хадисах пришло предостережение от ошибок ученых. То есть если ученые ошибаются, то те, кто после них, баракулуфикум, тем более будут ошибаться. Имам Мухаммад Ибн-Утаймагад говорит, не верь, когда говорят о ком-то, пока не услышишь сам. Не верь, когда тебе что-то говорят о ком-то, пока не услышишь сам. Или тогда, когда тебе передает тот, кто никогда не лжет. Если до тебя дошло что-то, сделай ему наставление до того, как начать его порицать. Особенно в отношении тех, о ком ты знаешь, что он любит религию, и то, на чем он соответствует религии, и что он является борцом за религию. Ибн Абдул-Азиз ибн Баз, рахима Аллаху та'али, шейх Ибн Абдул-Азиз ибн Баз, рахима Аллаху та'али, говорит, для того, кто призывает ко Всевышнему Аллаху, является обязательным, тем, чтобы он побуждал людей приобретать знания и посещать уроки ученых агрисонно. И призывал их к тому, чтобы они принимали от них знания. Он должен опасаться предостережения от обладающих знанием, известным своим правильным убеждением, и тем, что они призывают ко Всевышнему Аллаху. У каждого человека есть ошибки, и мало кто от них убережен, говорит Ибн Баз. Он должен исправлять его ошибки наилучшим образом, и не должен предостерегать других от него, если тот является из числа агли сунна. Однако, он должен направить его к добру, и научить его ему, и мягко сделать ему наставление в вопросе призыва ко Всевышнему Аллаху, указать ему на его ошибку, и побуждать людей, чтобы они требовали от него знания до тех пор, пока он является приверженцем сунны. Какая-то ошибка, продолжает Ибн Баз, не является тем, что обязывает нас предостерегать от него. Однако, ему следует обратить внимание на ошибку, в которую он попал. Ведь у каждого человека есть ошибки. Однако, мы смотрим на то, что в нем преобладает, и также считаемся с тем, на правильном он убеждении, Барак Луфикум или нет. Это Мачмод, Руфатава, Шиха Бен База, 27, том 19, страница. Барак Луфикум, братья, в этом аяте, в этих хадисах, в словах Шейслам Тамия, в словах Мухаммад Ибн Абдуль-Хаба, в словах Барак Луфикум, Шиха Бен База, во-первых, указание на обязательность приказа одобряемого и запрета порицаемого. Также брать указание на то, что к приказу одобряемого и запрету порицаемого является опровержение каждого, кто ошибся в вопросах религии. Это относится к чему? Приказу одобряемого и запрету порицаемого. Третье указание на то, что никто не обережен от каких-то ошибок или промахов. Нет такого человека, который обережен от ошибок и промахов. Поэтому нельзя со людьми брать и следовать, а надо следовать зачем? Кураном и Сунной в соответствии с пониманием Салев. Также брать указание на то, что если какой-то человек из числа Агли Сунна ошибся, это не указывает на то, что ему не нужно указывать на его ошибку и на то, что не нужно опровергать его ошибку. Нужно. Но Барак Луфикум делаем это, не умаляя его достоинства, если он из Агли Сунна вольджама. Также брать указание на то, что если человек попадает в какую-то ошибку, это не обязывает называть его тоже Агли Бида до тех пор, пока этот человек остается в рядах Агли Сунна. То есть не должно быть крайности. Одна крайность, если Агли Сунна ошибся, не, не, не говорите про его ошибки, ничего туда. Неправильно. Другие Барак Луфи, если Агли Сунна ошибся, человек все, ставит на нем крест. Нет, братья. Мы, братья, его достоинства не умоляем, но его ошибку, указываем ему на ошибку, опровергаем его ошибку Барак Луфиком. Садабом. Тем более, если человек из Агли Сунна. Также, братья, указание на предостережение от отвращения от привержцев Сунни по причине их ошибок или промахов. Также указание на то, что манхач привержцев Али Сунна строится на том, что они не причастны к слепому следованию за какими-то личностями, за какими-то группами, за какими-то Барак Луфиком сектами. Также, братья, указание на то, что привержец Сунни является самыми лучшими людьми. Они выполняют права Аллаха. И это проявляется в том, что они защищают его религию и делают опровержение ошибающимся. Точно так же, они самые лучшие из людей в том, что касается прав верующих. Это проявляется в том, что они просят за них прощения и имеют здравые сердца по отношению. К ним просим нас, просим Всевышнего Аллаха, Субханна Талли, чтобы сделал нас из привержцев Али Сунна, Вальджама, Барак Луфиком, который выполняет права Всевышнего Аллаха, Субханна Талли, и права его рабов. Азабу Аллаху Алиу Алим. Араб Луфиком.